В таджикском городе Хорок до вечера 27 августа продлен мораторий на ведение огня. Как сообщает агентство Азия Плюс, ситуация в административном центре горного Бадахшана спокойная, но власти по-прежнему требуют выдачи подозреваемых в убийстве генерала Абдула Назарова и сдачи оружия. Сегодня правительственные войска потребовали разобрать баррикады, которые были возведены в ряде микрорайонов города. По данным Азия Плюс, в Хороке остаются около ста иностранных туристов, в основном это граждане европейских стран США и Канады. Также сегодня стало известно о блокировке популярного видеохостинга YouTube на территории Таджикистана. Распоряжение о блокировке ресурса поступило в устной форме от службы связи при правительстве. Накануне в стране был заблокирован еще один сайт vantador.uzukos.ru, а в день начала спецоперации в Хороке блокировки подвергся и сайт информационного агентства Азия Плюс, которое пристально следит за ситуацией в регионе. В ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана уверены, что закрытие сайтов связано с событиями на Памире, так как по местному телевидению нет абсолютно никакой информации о происходящем. Напомним, по официальным данным, в результате спецоперации в горах Таджикистана погибли 12 сотрудников силовых структур, 30 боевиков, еще 40 были задержаны. Жертв среди мирного населения нет, однако по данным Азии Плюс число погибших мирных жителей Хорока может достигать 30 человек. Субтитры создавал DimaTorzok